Всем добрый день. Сегодня открываю новую для меня рубрику интервью. В нашем первом интервью Николай. Николай большой специалист по золоту и согласился ответить на ряд вопросов комьюнити Кенгуру Капитал. Здравствуйте, Николай. Добрый день, добрый день, коллеги. Меня зовут Николай, фамилия моя Русанов. Я работаю в этой отрасли больше 30 лет. Занимался управлением крупных золоторудных, медных проектов как в России, Казахстане, так и за рубежом в большой период времени Перу, Турции. Поэтому немножко знаю, как начинать развивать проекты, какие задачи ставятся при развитии проектов. Понятно, основное, конечно, геология, как поставить коммерческий проект, ну и как вывести проект на его стоимость и монетизировать этот проект. Ну, у меня свой инстаграм, я думаю, там отразите мой инстаграм-страничку на чате, заходите, смотрите. Ну, выложены все основные месторождения золота, меди, полиметаллические месторождения в мире. Ну, для меня это статистика, ну, а кому-то, может быть, и будет и полезно смотреть и изучать проекты мирового класса. Спасибо, Николай. Вот первый такой вопрос, может быть, даже немного обывательский. Вот смотрите, на той же австралийской бирже, если открыть сектор производителей или джуниоров по золоту, в нем представлено более чем 400 компаний. Для справки, в секторе железной руды представлено 30 компаний, в секторе хайпованном сейчас литии представлено 140 компаний, в секторе того же угля представлено всего 25 компаний. То есть, как бы золотой сектор, да, золотой сектор в Австралии самый большой и представительный. И в связи с этим такой достаточно, ну, как это может быть, детский или наивный вопрос. Зачем нужно золото в таких количествах? И если еще учитывать, что сейчас какая цена, если половина его потребления – это инвестиционное, и, ну, в последнее время, там, я не знаю, в последние 15 лет, оно даже не обгоняет инфляцию. То есть, получается, что многие, как бы, джуниоры, а из более чем 400 компаний на бирже, я не знаю, 350, 370 – это глубокие джуниоры, которые только сделали какую-то моломальскую разведку, может быть, даже доказались по Джоргу, но не более того, то есть они даже, ПФС, поскольку Джорг они предоставили, но ДФС и какие-то технико-экономические обоснования не предоставили. То есть, что вот вы скажете нам, как простым обывателям и инвесторам, которым достаточно тяжело смотреть на такие вещи и пытаться отслеживать такое количество компаний? Ну, вы в вопросе сразу сказали и определили его характер. Золото, ну и вообще все металлы, скажем, золотой группы, платиновой группы – это инвестиционный металл, то есть это инвестиционные проекты, то есть они сложились еще, ну, исторически они сложились, ну, как бы мы понимаем, что золото является, золоторудные проекты, ну, первоочередно, золоторудные проекты являются, ну, тихой гаванью, то есть являются стабильным вложением в, ну, относительно в наше бурное время, то есть в наше изменяющееся время, поэтому золоторудные проекты, они являются очень востребованными и являются инвестиционными. Ну, также я мог бы еще отнести, наверное, медные проекты, то есть если брать вот золото, латиновая группа, там, может быть, алмазная группа и медь, это вот инвестиционные металлы, которые хорошо торгуются, хорошо востребованы, ну, и они, ну, как бы привлекают большое финансирование. А другие металлы из черной группы, ну, так, скажем, угольной черной группы – это промышленные металлы, они нужны только для технической работы с этими металлами, то есть, ну, допустим, железо, железорудные проекты, они нужны только для производства, там, железорудного сырья, то есть стали в конечном итоге. Ну, и оно всегда, как бы, еще раз ограничено, то есть оно имеет свое потребление. Золото, хотя тоже, я бы сказал бы, оно тоже не имеет большого роста, потому что золоторудные месторождения все-таки истощаются, и, в принципе, там, 2,5, там, за 3 тысячи тонн добычи в год, это, ну, только пополняет инвестиционную привлекательность. Это металлом, но не в 2-3 раза не увеличивает производство золота в год. То есть, вот смотрите, начинают открывать сектор, да, чуть более 400 компаний на бирже, в основном из них джонеры. И если смотреть чисто вот как инвесторы, ну, долгосрочные мы инвесторы, да, то есть, как бы мы не покупаем там на месяц или два, там, на год или на несколько лет, да, то есть, если смотреть на текущую цену на золото и попытаться посмотреть на себестоимость добычи у многих производителей, и мы понимаем, что себестоимость добычи очень сейчас близка во многих производствах к цене, биржевой цене золота. То есть, если смотреть вот мне как инвестору мелкому, да, то есть обычному розничному инвестору, который может купить акции, я не знаю, там, на суммы, там, да, ну, пусть даже до 50 тысяч долларов в одну бумагу, то я начинаю смотреть, и у меня руки опускаются. То есть, я правильно понимаю, что эти вещи как бы важны для каких-то крупных, больших игроков, которые видят какую-то отдаленную перспективу и стараются принять участие, купить не только физическое золото или, я не знаю, какой-то фьючерс на золото ETF, но и также поучаствовать в каких-то больших компаниях, которые торгуются на бирже. Ну, немножко-немножко не так, потому что откуда возникают юниоры, откуда возникают сообщества, которые хотят заработать в первую очередь, наверное, на разведке месторождений, на постановке на баланс этих месторождений, выход на, ну, и я бы сказал, наверное, продать это месторождение. То есть, юниоры зачастую хотят поставить на баланс и потом продать, потому что у них, они не потянут, просто физически не потянут, ну, как бы затраты на ввод рудника в производство, в добычу. Все правильно. И основная доходная часть у юниора, у юниора это как раз затраты на георазведку, они относительно невысокие, то есть они будут, наверное, ну, если оценивать в среднем, то, наверное, от 5 до 10 процентов от стоимости остальных затрат, связанных с, как бы, строительством брудника, запуском в производство. И вся маржа как раз, ну, всех юниоров найти месторождение, поставить на баланс, показать перспективность месторождения и продать его... Кому-то большому игроку. Да, большому мейджору, который, как бы, непосредственно и заработать хорошие деньги. В принципе, подъем может быть от вложенных 10, ну, денег и 10, и 100 процентов. Все зависит, конечно, от объекта. Я понимаю, что зарабатывают на этом единицы, но, в принципе, такой вот бизнес вложения, вложить доллар и получить 10 в течение, там, 3-4 лет, в золоторудном, ну, оно довольно-таки... В золоторудном направлении она хорошо действует. Вложить доллар... Я понял вас. Почему я спрашиваю? Я, ну, немного, ну, как бы, разбираю только Австралию уже буквально, уже лет 5-7. И я столкнулся, что несколько компаний на австралийской бирже... Сейчас я вот прям даже одну из них покажу. Допустим, Норс... Да, ведь они же сейчас стоят 10 миллиардов, пусть австралийских, но все-таки долларов. Но когда-то это был обычный джуниор, и, скажем так, за период, там, скажем так, в 20 лет компания выросла, там, чуть ли не в 500 раз. То есть она сейчас торгуется... Доходила до 15 долларов, а, скажем, в каком-то 2008-2009 году стоила меньше 10 центов. Вот и, пожалуйста, и там 100 или 200 иксов. То есть получается вот такая компания, как эта, достаточно редкая, которая не просто был джуниором и никому не продался, а также и нашли деньги, и собственноручно стали добывать, и сейчас еще поглощают других джуниоров. Ну, правильно, если сверхорентабельный проект и компания видит, что вложение на запуск проекта и это будет долгосрочный проект, они находят все равно там или заемные средства, ну, опять же, банковское финансирование с разных фондов выходят и получают финансирование и строят, если видят, что... Ну, правда, сверхорентабельный проект, потому что некоторые проекты, как вы говорите, имеют низкую рентабельность, и они только могут пополнить там, ну, для какого-то игрока за какой-то период времени удержаться на том производстве, которое они хотят получить. А есть сверхорентабельные проекты, которые, ну, запуская, и потом с получения обратной, ну, как бы, отдачи, они развивают другие производства, покупают новые рудники. Ну, вот, допустим, так же можно будет Ньюкрест посмотреть, компания, которая запустила у вас в Австралии крупные рудники, начали с золотого дивизиона, перешли в медный дивизион. Ну, сейчас вот такие комплексные месторождения и работают очень хорошо перспективно. Ну, заходил хорошо Барик, Голд, Ньюманд работал в Австралии. Это такие мейджоры, крупные компании, которые, ну, в конечном итоге я вижу, что больше перепродались, потому что регионально тоже управлять проектами, ну, становится тяжело. Вы имеете в виду регионально управлять проектами? То есть австралийцы сидят в Австралии, англичане в Англии, я не знаю, американцы в Америке. Вы это имеете в виду? И поэтому они избавляются от всех других проектов, которые в других регионах? Или что-то другое? Ну, проходит, допустим, ну, в начале, допустим, я могу там про Барик рассказать, компанию, которая работала у вас, там, и имела порядка, наверное, 7-8 проектов лет 10-12 назад. Сейчас я вижу, они как раз создали там компанию, которую, ну, как бы передали ее местному, вашему австралийскому компании, которая переняла. Какие-то проекты отработались, какие-то вышли на, ну, ну, нерентабельные уровни производства. Поэтому люди пересматривают. Нью-Монд, Бодингтон отрабатывает месторождение, а сейчас больше это медный комплекс месторождение отрабатывается. А вот, ну, Нордстарт и, как бы, компании, которые, ну, самостоятельно развиваются, работают. Здесь же требуется еще управление. Если большая компания работает с одним офисом, ну, Барик в Торонто, Нью-Монд в Америке, в городе, сейчас не скажу, какое управление, но то потом приходится создавать региональные офисы, которые, ну, как правило, чуть-чуть немножко не справляются с задачей. И, допустим, Барик работал в Африке, но полностью продал все активы в Африке из-за того, что, ну, как бы, немножко стратегия компании. Да, да, да. Вот, кстати, я про это хотел вас спросить. Знаете, на мой взгляд, это был эпик фейл. В конце позапрошлого года, то есть в конце 20-го года, они в Африке продали один актив, ну, вот, на мой взгляд, задарма. Кончилось тем, что люди, которые купили этот актив, они и возобновили производство, сейчас, правда, там стоит. Но и также в составе этого актива было соседнее, соседнее горнорудное тело, там литий. То есть там получилось, что они продали за 20 миллионов долларов, а сейчас в сумме капитализации двух акций на бирже, там, более 400. То есть там более 300, ну, это в австралийских долларах, окей, в американских там более 200. То есть можно сказать, что они, ну, недальновидно поступили. Ну, разные задачи решают. И бывают, к сожалению, даже те же перепродажи несут, я бы так сказал, личностный характер в сделках. Это, знаете, все понялось. То есть вы поймите правильно, все в жизни хотят тоже заработать. Все, я вас понял. Поэтому всякие возможные нюансы, которые нужно, ну, смотреть и знать этот проект, и изучать его детальнее, чем мы могли бы сейчас вот посмотреть. Все, я вас понял, понял, в коротком интервью. Такой вот вопрос после всего этого. Вот смотрите, что сейчас вот я часто вижу в Австралии. Я понимаю, когда компания Junior по золоту, и очень часто они в своих презентациях, потому что, я так понимаю, это попутный металл для них, они говорят, что помимо там столько-то грамм золота на тонну, у них еще есть медь, ну, и иногда бывает серебро. Сейчас к этому вернемся, а пока другой вопрос. И вот сейчас, в последнее время, я стал замечать, что некоторое количество компаний говорят о том, что, а вот мы бы, ничего нету, данных никаких нету, даже ни грамм на тонну, ничего. Вот мы бы хотели рассмотреть еще элите. Что это в основе своем? Какой-то дешевый хайп, на котором они пытаются чуть-чуть подняться и получить финансирование? Или это случается? Ну, допустим, ну, это вы сейчас уже глубоко и надо рассказывать уже про геологию месторождения. Да, да, я согласен. То есть давайте в этот раз попробуем как-то вкратце, потому что я понимаю, если мы глубоко, то это часа на 4, а то и 10. Потому что если рассказывать там про геологию и где может быть литий, а где он не может быть, там, медно-порфировое месторождение, ну, как правило, лития нет, мы можем рассматривать какие-то складчистости, где, ну, этот литий возможен. И да, сопутствующие, конечно, скорее всего, будут там редкоземельные металлы, к литиевому проекту даже может быть и золото, но допустим, весь комплекс, наверное, нет. Потому что, ну, и второе, мы же должны всегда выводить на конечную стоимость и понимать, что если лития, там, одна, там, тысячная процента, то он будет экономически нерентабельный. Не выгоден. То есть, можно сказать, что многие из них вот таким, как бы, попыткой сказать, что мы еще попробуем найти литий, который сейчас, ну, очень горячий металл, и на хайпе, пытаются как-то, ну, поправить какое-то свое финансовое положение. Я еще раз говорю, литий же, вот мы говорим, что он там, опять же, тот же промышленный металл. Востребованность лития, ну, допустим, сейчас, может быть, высока, а может быть, через года 3-5 мы про него и забудем. Литий выгоден каким-то другим металлом или другим производством, и, соответственно, мы про него можем забыть. Второе, лития не так много в мире, поэтому рассматривать, опять, очень низко рентабельные месторождения, даже при сегодняшней стоимости, мы можем говорить, что это будет невыгодный проект, но все равно не будет себя окупать. Поэтому еще раз говорю, что как бы хайп хайпом, а дальше промышленный металл промышленным металлом. Все, я вас понял. или не получается? Скажите, вот сейчас опять возвращаемся к золоту, то есть с литием, понятно. Если возвращаться к золоту, очень часто мы видим результаты бурения, и в результатах бурения указывается, какая это глубина, толщина пласта, и сколько предположительно в этой толщине, там, допустим, 20 метров, содержание золота 1 грамм на тонну, следующие там 40 метров, содержание золота там 0,5 грамма на тонну, и так далее, да? То есть понятно, что очень иногда, вот мы видим, какие-то безумные задергии на акции, там, чуть ли не на 100% в день, в связи с тем, что, допустим, они пробурили, и предоставили результаты, которых указано было, вот я, честно скажу, видел, они говорят, у нас содержание золота там в течение 20 метров, допустим, там 100 грамм на тонну, и, конечно же, все, акция этого джонера начинает сильно реагировать, но если, как бы, не рассматривать такие безумные случаи, все-таки, как бы, среднее отраслевое, откуда начинается выгода, при каком содержании золота на тонну, начинается хоть какая-то выгода, и интерес к проекту, понятно, еще надо смотреть общие ресурсы, там, если там 100 тысяч троицких унций, это одно, а если там миллион и больше, то это другое, но все же, со скольких граммов уже интересно, то есть один или там сильно выше? Ну, давайте посмотрим статистику по моим, ну, там, выложенным месторождениям, а статистика, как бы, довольно-таки, но с годовых отчетов принимаю, там, смотрю годовые отчеты, где-то там изучаю проекты, где-то дополнительно получаю информацию, но больше, конечно, годовые отчеты, и отчеты там, ну, как бы, CPR-овские отчеты, колли-то персон, кто отчитывался по геологии, там, считаю скопи-стадии, считаю префизибили-стадии, физибили-стадии, и понимаю, ну, и фактически текущие, там, проекты, которые, там, ну, выкладывают свою информацию, опять, больше, кто торгуется на биржах, ну, и кто показывает свои результаты, ну, так, несколькими проектами, мазками, хочу сказать, вот, допустим, проект кинросовский в Бразилии, Паракату, работает на уровне 0,3 грамма, 19 миллионов тонн руды, где только больше производится, 0,3 грамма, 19 миллионов тонн руды, и 0,3 грамма, это уже у них коммерческий проект, проект на Аляске, Форт Макс, тоже кинросовский проект, он работает на 13 миллионов 0,5 грамма, это фабричный передел, это полностью не кучное выщелачивание, это фабричный передел, где вот там 0,5, 0,20, 0,3 грамма, они, это рабочие проекты, все зависит от объемов, от объемов материала, коэффициентов с крыши, с крыши съедает руду, допустим, коэффициент с крыши будет больше там, единицы для таких проектов, он может быть и быть уже убыточный, поэтому все-таки на большую арку. Что такое единица в коэффициент с крыши, это когда вы снимаете больше 100 метров, ну, как это сказать, земли верхней или что? Коэффициент с крыши, это сколько на тонну руды, на тонну руды добывается, ну, или кубов, или тонн руды с крышных пород, пустой породы, которая не имеет производства. То есть вы, допустим, ну, есть проекты, которые работают на 50, на 30 коэффициент с крыши, и они рентабельны, но это с высокими содержаниями должны быть. Ну, высокие содержания в этом плане это порядка там 10 грамм на тонну и выше, правильно? 5-10 грамм уже позволяет больше 10 коэффициент с крыши держать, а вот на таких содержаниях 0,3 грамма, 0,5 грамма, здесь коэффициент с крыши должен быть меньше единицы. То есть мы должны учитывать не только, как бы сказать, глубину залежания, то есть в моем понимании, вот, ну, бытовом, коэффициент с крыши – это то, сколько я должен снять верхние части земли перед тем, как дойду до вот этого, скажем так, горно-рудного тела. То есть мне всегда казалось, что это главное. То есть если я снимаю 10 метров – это одно, а если мне надо снять там 500 метров – это уже совсем другое. Ну, немножко не так, потому что как-то месторождения идут с поверхности, вы можете добывать, если там вертикальные падения, сразу с поверхности, из крыши там капитальные, которые скрывают месторождение в одно. А есть у тебя с крыши, которая работает ежегодно. Ежегодно вам нужно расширять борта карьеров, ежегодно вам нужно опускаться ниже. И вот то, что добывается… Вы не можете добыть рудное тело там с одним падением, там оно и есть вертикальное падение. Вам нужно добыть рядом, там условно 100 метров еще этой породы, чтобы добыть эту руду. Потому что… А, то есть мне надо рядом снести там какое-то количество метров земли, чтобы добраться до этой руды, потому что у меня не подземная добыча, она, ну, как бы сказать, ну, как поверхностная. То есть у меня большой, как бы такой карьер. Вот если рассматривать те два проекта, да, скажите, пожалуйста, а тепло или холодно сильно влияет на себестоимость? Ну, вот, допустим, Австралия та же, да, там Бразилия, или вот, как вы говорите, там Россия, там где там, ну, полюс, да, или там Аляска, где, ну, скажем так, все-таки минус 40 случается, в отличие от Австралии, где в лучшем случае плюс 10. Ну, я, понятно, что сказал два проекта. Один в Бразилии по Рокату, второй Форд Нокс на Аляске. Аляска, ну, наверное, тоже понимаете, что это ближе к России. Конечно, минус. Это минус, да. 0,5 грамма работает, и это выгодно. Но, конечно, капитальные затраты. То есть капитальные затраты могут быть на удорожание и в 2, и в 3, и в 5 раз. Тоже капитальные затраты. Вам нужно затраты на отопление делать. Вам нужно затраты, ну, как бы, отопление не только для фабрики, но для всего поселка. Затраты, конечно... Сильно удорожает проект. Скажите. Я бы назвал, если в себестоимости, я бы назвал, наверное, процентов на 30 в себестоимости. Капикс в 2-3 раза. Может быть... Капикс в 2-3 раза. Да, да. Скажите, а вот, когда у нас, как бы, ну, относительно мне кажущиеся классическими рождение, вот там есть золото, есть чуть-чуть меди, да, или иногда не чуть-чуть, есть какое-то количество серебра. Вот когда его начинают разрабатывать, сильно ли удорожает, капикс, то, что там вот 3 вот этих, скажем так, отличающихся друг от друга металла, то есть надо ли из-за этого строить 3 чего-то, или капикс вот в этом случае не сильно растет. И второй вопрос о себестоимости. То есть я правильно понимаю, что когда вот эти попутные металлы идут, то все этому радуются, потому что, допустим, цена основного металла, себестоимость падает за счет вот этой попутки? Ну, я бы назвал, что вот, ну, при таком, опять же, имея подбор меди, золота и серебра, конечно, ну, если, можно, ну, есть такое понятие, там, как бы, суммарная медь или суммарное золото, то есть считают на, допустим, складывают стоимость меди, золота, серебра и в один эквивалент переводят, допустим, давайте вот условно назовем, 0,5 грамма по золоту, 0,3 грамма, 0,3 процента по меди и где-то там 10 грамм на серебро, это условно по золотому эквиваленту будет где-то полтора грамма на тонну, что является, в принципе, да, ну, вот я условно перевел, очень условно. Все, я вас понял, ну, как бы, то есть, получается, они постараются все перевести в условное золото, вот все эти, ну, как это сказать, для них побочные металлы. Не, может быть, и медь, если, допустим, золото 0,15, а основное 0,6, 0,8 медь, тогда переведут в условную медь. Ну, и опять же, конечно... А, то есть, как бы, чего больше, получается, они потом смотрят, чего больше, да, как бы в тоннах или там в троицких, ну, понятно, что медь в тоннах смотрят, да, и от золота в троицких унцах, но они, как бы, окей, переводим в деньгах, то есть, в деньгах смотрят, чего больше и уже от этого пляшут. Доходная часть от... в тонну руды, вот, допустим, вот я назвал условно и посчитал доходную часть от каждого элемента. Если доходная часть от меди выше, чем от золота, то переводят уже дальше все в медь. Если доходная часть по меди больше, а золото там всего лишь 15-20% переводят в условную медь. Ну, это опять для усредненной стоимости, ну, как бы, материала в одной тонне руды. И тогда уже можно там быстро считать расчеты, делать, составлять экономику и говорить, что это экономически выгодный проект и с ним можно работать. Конечно, капитальные проценты, если, как бы, мы переводим, конечно, удорожают. Есть линии чисто золотые, есть коллективный концентрат, где можно получить, ну, и дальше его продать. Потому что, как правило, вот такой вот набор трех элементов, это все-таки сводится к продаже, ну, получению коллективного концентрата и потом его продаже. доводить до полного цикла. Но это если у вас есть уже свой перерабатывающий завод, свой смолтер, где вы там можете переработать все с небольшими потерями конечными. Так, вот, кстати, то есть получается, вот что я чаще всего встречаю в Австралии, это золото, медь, серебро. То есть можно сказать, что как бы и в мире это основное, или существуют совсем, как бы, непредсказуемые варианты? Ну, Австралия, Австралия где-то BHP, и, наверное, продает 2 миллиарда тонн железорудного сырья. Это да, это тут из 3 миллиардов тонн в год, почти ближе к 2, это продается из Австралии, согласен, там, большая четверка. Но я имею в виду, вот именно про золото, когда мы смотрим, то есть если это случается, то вот что я чаще всего видел, это золото, господи, золото, медь и серебро, и очень редко я, бывает, вижу золото и какие-то редкоземельные металлы, которые в итоге практически не выходят на добычу в этих золотых компаниях, даже когда они даже становятся, ну, как это сказать, уже добывающими. Ну, опять здесь этот вопрос, знаете, надолго, опять к типам... Согласен. Да, согласен тут. У нас сегодня первое интервью, надо по-другому. Да, да. Давайте тогда отложим его для следующих интервью. Ну, я надеюсь, они у нас состоятся, то есть я с вами согласен, мы тут можем уйти в гебри. Сейчас вот тут еще есть пару вопросов, прям вот вертятся на языке и все никак записал. Вот вопрос какой. Смотрите, вот мне всегда немножко непонятно, если ты небольшой производитель и как-то продаешь свое золото. Назовем так банально, да? Ведь ты же вряд ли его продаешь в слитке, ты же продаешь его, скорее всего, по афинажному заводу, который превращает твою руду или там, черти что, песок или еще что-то уже в золотые слитки и пишет на нем пробу. А ведь афинажный завод тоже не сам продает золото, а он продает его, скорее всего, либо промышленным потребителям, которые его используют для каких-то промышленных нужд, либо банкам, которые уже делают там что-то с ним инвестиционное или там что-то еще, мы не знаем что. Но ведь все ориентируются на биржевую цену. То есть, получается, каждый из них должен иметь свою скидку от этой биржевой цены, чтобы и банку было выгодно, и афинажно отдельному заводу было выгодно как бы в этих маленьких печах перебрабатывать и все это делать и содержать персонал. Есть ли какие-то, как ты сказать, средняя температура по больнице, с какой скидкой, допустим, мелкий производитель от рыночной цены продает золото тому же афинажному заводу и далее банку? Ну, если брать такой, опять тоже на долгий вопрос, но я так очень кратко попробую рассказать. Если маленький производитель, значит, у него есть... Ну вот 50 тысяч троицких хунцев в год. 50-100 тысяч троицких хунцев в год, я так понимаю, что это достаточно средненький-средненький производитель. Правильно? Может быть, и меньше быть. Тут все зависит от экономики проекта. В принципе, то, что вы назвали, доходная часть сегодня, это порядка от 70 до 150 миллионов долларов. Ну, это, в принципе, хорошая стоимость, где можешь уложить себе стоимость в 30 миллионов, остальное у тебя прибыль. Чем хорошо золото продается на момент продажи, ты выставляешь фиксинг, который там ЛМБА, лондонская биржа металла, утренний фиксинг, и ты продаешь по стоимости. Да, могут быть скидки, но они скидки небольшие. А за счет чего тогда живут афинажные компании, они чистые, если они покупают продукцию без скидок? В чем смысл тогда их жизни и экономика? Ну, афинажный завод, афинажный завод берет за свое производство стоимость, ну, это небольшая стоимость, это порядка там 30 центов с грамма, то есть вот вы сами понимаете. Все понял. Ну и второе, есть толлинговая схема, которую там на толлинг ему передал, переработал, заплатил. А есть схема продажи, то есть вот здесь уже работают, допустим, кто-то сдал по сегодняшней цене, а афинажный завод ловит, ну, опять же, подъем металла. То есть вы еще недавно 1850, 1900 за 200. Согласен. Сегодня там 1640, наверное. 1640, да, 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 да. Вот сейчас вот я включил 1637 даже. Я поэтому говорю, что вот где-то вот такая стоимость, и понятно, что кто-то продает его сегодня, а кто-то может подождать и подъема стоимости, а это буквально там 1650, это где-то 50 долларов, а было 1800 за 60 долларов. Вот 10 долларов вы могли поймать, вот за небольшой период времени. То есть посмотрите, там за 3-4 месяца можно подъезжать и продать. Поэтому разные схемы, кто как использует, кто на чем зарабатывает. Ну, а афинажный завод в убыток себе никогда не работает. То есть он просто берет 30 центов с грамма, это при торинге 30 центов с грамма, или... Ну, поймите, что такое афинажный завод? Опять, это же технология. Это фактически готовый металл, сплав Доре, шлиховое золото, катодное золото, уже готовое. Его только сплавили, вычеркли, за счет там... Ну, разные есть в финансовом заводе. Есть химические реагентики, выжимают, есть сплавки, выжимают, катодонод и выходят на 4 девятки. Но эта затратная часть небольшая. Поэтому этих своих 30 центов им хватает спокойно. Швейцарский завод, который там металлор, допустим, работает, там 500 тонн в год выплавляет, он хорошо на этом зарабатывает. Я вас... Они хорошо зарабатывают, потому что это просто стоимость передела, это небольшие затраты. Все, я понял. Мне просто казалось, что все равно это там какие-то проценты от биржевой цены золота. И для меня это было всегда непонятно. А вы говорите 30 центов, это, я не знаю, тысячная доля одного процента. Я говорю, 35, может быть, ну, до 50, наверное, потолок. Скажите, пожалуйста, вот вчера в Москве была конференция Smart Lab, для меня непривычно, но я сходил. И очень рад, что сходил. Я очень долго как бы сначала выступал как бы директор инвестиционного офиса Норникеля. И потом он около двух часов прямо в кулуарах отвечал на все наши вопросы. Причем не только общие. Ну, понятно, что я сначала люди задавали общие, когда количество людей снизилось до нескольких человек, я уже смог задать личные вопросы про Австралию, ну, про другие страны и миры, как миры для них, да? Ну, чтобы не бесить коллег, которые занимаются только Россией, да? Ну, он нормальный. Вот я задал ему такой вопрос и хочу задать его вам. Вот смотрите, у меня такое впечатление, что если убрать вот эту всю бумажную составляющую, вот это вот бумажное золото, бумажную медь и бумажную, я не знаю, все, да, железную руду, нефть, то я как производитель вряд ли бы допустил, чтобы мой товар торговался в убыль. Я бы просто либо закрылся, либо работал на склад, правильно? Либо сильно снизил производство. Но вот это вот бумажное все, да, заставляет цены под действием спекулянтов, которые не связаны с этими товаром, ходить в такие стороны, то есть, что ты уже не можешь даже как-то что-то планировать. Вот что вы скажете, я дилетант в этом, это мое какое-то, вот как бы, как бы я ратую за производство, да, то есть, как я всегда, ну, там в тот же безумие олова, да, то есть олова 15 лет было на грани себестоимости, цена биржевая была на грани себестоимости, при этом потребление только росло, олова заменить невозможно припоем, вычистотеоретически его можно заменить свинцом, но сейчас уже так не делают, сейчас свинец из припоя вытесняют в пользу олова. Других металлов нет, за эти 15 лет ни одного нового рудника в мире не появилось, ничего не произошло, расширения не произошло, и все равно, вот цена в начале года вроде бы поднялась до каких-то значимых величин, хотя бы в два раза дороже себестоимости, сейчас оно опять легло на уровень себестоимости, то есть, что вот вы можете сказать про вот эти вот, как бы, ваше мнение по поводу вот этой бумажной, я не знаю, пены? я не буду говорить про бумажную пему, я буду говорить про реальные проекты, если реальный проект, он всегда рассчитывается при, ну, есть долгосрочные прогнозы, когда считают... согласитесь, даже сейчас они плохо работают, то есть, такой мир стал, что все летает в три раза вверх, в десять раз вниз, и что дальше вот уже очень сложно понять, что будет дальше. зря вы так говорите, я могу сказать про золото, про медь, про тот же литий, про тот же... все равно долгосрочные прогнозы есть, и они... Согласен, но согласитесь, очень часто они ошибаются, и UBS, и все эти большие, как бы, ну, не брокера, а большие там инвестфирмы, но ошибаются, так же, как никто не мог представить, что литий будет сейчас сколько? 84 тысячи долларов в чистоте он уже стоит, а год назад он стоил 4 тысячи, но как это вот, как это возможно, то есть, что год назад не было понятно, что электромобилей производится больше, чем есть лития, да, нет, так же, как сейчас с медью, какого она так сильно падает в цене, при том, что энергопереход, а новые электростанции атомные, везде медь, 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 а у нас что, сильно много новой меди появилось, то есть, у нас... Да. Да, вот смотри, понятно, что ты сейчас больше сам на себя наговариваешь, чем слушаешь, потому что, смотри, долгосрочный прогноз, он же не состоит, допустим, долгосрочный прогноз, компания Полюс считает сегодня стоимость золота на долгосрочном прогнозе 1250. Сколько сегодня стоимость? 1640, да? Вот, 1250 у него заложено в долгосрочном прогнозе. Так и должно считаться на любой металл. Медь не считается никогда, при сегодняшнем, по-моему, 7200, где-то так. Он считается крупными мейджорами от 5 до 6,5 стоимости. И все, что выше, заработок плюс. Все, что ниже... Это убыток. Поэтому есть металлы, которые, как ты говоришь, вылетели, литий, ну, он, может быть, и слопнулся через года 3-5, как так же сказал. Может быть, другой какой-то металл сейчас вольфрам вылезет, так как нам нужно стали выплавлять и нужно вольфрамовые добавки. Может быть, он сейчас подпрыгнет. Потому что у нас... в вашей стихии вспомните, сколько раньше стоил палладий и сколько раньше стоило платина и золото. И сейчас все поменялось. Сейчас платина самый дешевый из сестер, да, как бы. Палладий самый дорогой, то есть никто бы 5-7 лет назад мог представить, что палладий уйдет с 300 долларов, да, почти до 3000. А платина, которая всегда была королевой, уйдет там с 2 цент золота до пол цены золота. Ну, понимаете, да, то есть золото Х2, да, это минус Х2 по золоту. Здесь, опять же, можно было прогнозировать. Платину начали поднимать как ювелирное украшение, оно практически сегодня схлопнулось, не вложили деньги в развитие, а палладий, катализаторы, здесь сегодня, ну, как бы, не заменил палладий, вы катализаторы. Поэтому всегда нужно считать и смотреть, и как бы, некоторые моменты можно всегда прослеживать и говорить, которые будут. Ну, еще раз говорю, я больше, конечно, по золоту, по меди, я поэтому говорю, они сегодня стабильные металлы, вот они, там, можно там последние 10 лет взять, 1200, они как установились, так и держатся. Даже когда цена была 300, 350, 265. Но это был же 2005 год. Да, да, 265. И тогда было золото сверхвентабельно, потому что, ну, как бы... Но согласитесь, себестоимость-то тогда тоже была сильно меньше, то есть за эти 22 года инфляция очень, как сильно ускакала вперед. И второе, мы всегда можем рассматривать разные типы месторождения. Раньше бы никто бы не считал месторождение 0,28-0,5 грамма. Всегда бы больше граммов, больше двух смотрелись в проекты, и они работали. А сегодня схлопывается, нету, золото не прирастает месторождением. Оно прирастает месторождением, но с очень, скажем, низким содержанием. Сегодня взять основных 20 мейджеров, у всех, ну, может быть, у единичных, там, выше грамма. Там есть единичные, сверх рентабельные, там, 2-3 проекта, которые там очень богатые содержания где-то, а остальные месторождения, они очень с низким содержанием. И это приводит к тому, что, как бы, сегодня все равно золото будет держаться. Все-таки такая тихая гавань, я так еще вижу надолго. А что, скажите, пожалуйста, раз вы так, ну, вот вы это сказали, что было раньше 1 грамм, а сейчас где-то 0,3. Получается, технический прогресс и здесь работает, правильно? То есть, методы выплавки, там, я не знаю, методы бессилачивания, и все эти методы и здесь как бы позволяют как это сказать, работать. А что именно вот это дало? А все-таки, ну, как бы, подъем стоимости от, еще раз говорю, 256 нижняя цена и сегодня 50. Вот это вот и просто дало возможность и рассматривать с низким содержанием. Технология, по большому счету, она не изменилась, она с 1900 года. Немножко лучше компоненты, ну, там, измельчение, может быть, фракция более точная, учет, может быть, более четкий, реагентика, но классического, там, в полтора раза, на 20-30% извлечения нет. Как было в 1900-м, за 80% извлечения, ну, сейчас некоторые, там, за 90% вылазят. То есть, вот эта маржа, там, 10% на извлечение, она не дает такого, ну, не может дать подхода. Это только стоимость. Ну, цена реализации металлов дает возможность вовлекать более бедные месторождения, и на те месторождения, которые раньше бы и не смотрел бы, сегодня, становятся сверхориентабельными. Все, Николай, наверное, первое интервью, ну, для первого интервью какие-то общие вопросы задали, поговорили. я очень вам безмерно благодарен, что вы согласились дать интервью. Я обязательно, вот, когда сейчас буду все выкладывать, сделаю ссылку на ваш YouTube, Telegram. С Instagram сложнее, сами понимаете, ну, наверное, и на него. То есть, я очень вам еще раз благодарен за возможность поговорить с вами и ответить на наши, может быть, такие дилетантские и где-то может быть наивные с вашей точки зрения вопросы. На этом запись мы останавливаем. Спасибо, кто нас услышал и слушал. Надеемся на дальнейшую работу и дальнейшее интервью с уважаемым Николаем. Хорошо. Всем спасибо и всем удачи. Спасибо.